Полдень, кофе, бутерброд. На Болткоме разворот. Самые важные вопросы дня, самые актуальные гости в прямом эфире Радио Болтком. По рабочим дням в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот. У нас гости. Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болтком. 672 12 93 9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. У нас в гостях сегодня предприниматель, председатель Совета Латвийского бизнес-союза Элина Эгла. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира, еще раз назову, 672 12 93 9, 672 13 93 9. Звоните и пишите нам в видеочате на портале MixNewsLV. В первую очередь хотелось бы обсудить инициативу Министерства финансов касательно микроналога, микропредприятий. В частности, вот министр финансов Янис Солерс на прошлой неделе заявил, что предложит с 2016 года, с будущего года ограничить микропредприятиям оказание услуг юридическим лицам. Вот с вашей точки зрения, в чем смысл такого изменения? Я думаю, что наверняка министру очень трудно бороться с той болезнью, которую осуществляли некоторые большие предприятия, которые своих сотрудников, к сожалению, заставили подписывать новые соглашения о сотрудничестве в рамке микропредприятий, а не работника. И достаточно много людей таким образом, которые работали только на одного клиента и реально являлись работниками, стали как бы предпринимателями, что, конечно, не соответствует реальностью. И, конечно, такой ситуации люди, которые реально работают, не получают социальные способия. Также государство не получает в социальный бюджет. И эта ситуация создала наверняка такую яростную инициативу, которая очень на данный момент боком обошлась, потому что есть такая притча, что мы детку-то выливаем вместе с водой. Но вот такая ситуация и получилась, потому что это просто абсурд. Абсурд, реально подумаем, если сейчас приближается Рождество, маленькая компания, например, микропредприниматель делает какие-то сувениры, и большая компания могла бы это для своих сотрудников купить, ну, там, не знаю, 100-50 штук, да? Они просто не смогут этого делать, да? Ну, это абсурд. Ну, а Вы считаете, что для работодателей, вот тех, о которых Вы сейчас говорите, созданы условия, чтобы их работники могли работать на условиях, как Вы сказали, работника, а не вот прибегать к таким вот методам обходным каким-то? Созданы такие условия государству? Я думаю, что очень легко по тем огромным ресурсам, которые есть у Валсения МДНС, вычислить людей, которые работают действительно только на одного, одну реальную компанию, и увидеть вот этот кластер, да? Это очень легко выявить, очень легко подать запрос, где же еще 2-3 договора, которые утверждают, что Вы реально предприниматель, а не работник, да? Эта система, она действует. Просто вопрос, почему она не работает, да, и как ее заставить работать, это как бы, ну, действительно такой, я скажу, такой, ну, технический вопрос, да? Ну, Вы говорите о микропредприятиях, то есть мой вопрос, он был немножко другой, вот если бы все было, как Вы говорите, в порядке, да, не было, вот как выражается министр финансов, искажения конкуренции, как должно происходить в нормальном, ну, в нормальной системе? В нормальном мире мы видим, что ремесленники, также разного услуга, создающие люди, они используют такой режим налогообложения везде в мире, да, это ничего новое, да, и человек просто понимает, что он предприниматель, он на себя берет больше риска, и он за него также и отвечает, и в таких ситуациях он тоже понимает, что он будет иметь меньше социальных гарантий, чем если он будет являться работником, да? Ну, в итоге удовлетворен своим положением? Я думаю, что каждый из нас может выбрать ту систему налогообложения, по которой мы желаем работать. А проблема-то в данном случае в чем заключается? Я думаю, что проблема была о том, что люди, которые реально работники, являлись микроналогоплательщиками, да? Ну, опять же, ну, если мы смотрим на эту ситуацию, это, ну, я говорю, очень легко выявить, где люди работают на одну компанию, и где даже, вот, не знаю, группа людей, которые работают на одну компанию, и где-то реально ремесленник, который делает свое дело. Ну, там… Ну, а чисто теоретически, точнее, по закону, скажем так, микропредприятие, если ты работаешь вот в этом статусе, оно разве подразумевает, что ты должен оказывать услуги именно многочисленным каким-то, как вы говорите, компаниям? Ведь чисто по закону ты можешь работать действительно со своим партнером, найти какое-то свое там, свое место и работать, продолжать в этом статусе. Нет разве? Я сама не являюсь микроналогоплательщиком, но, насколько я знаю, то как минимум для самозанятых было требование, что у тебя должно быть как минимум два контракта, два, как бы, уже клиента, и тогда тебя такой статус проявляют. И я думаю, что такой же прецедент мы можем использовать также, и если вот есть такая проблема, с которой ну никак не можем бороться, то такой же принцип, он может быть применен. Как, с вашей точки зрения, вот такие изменения, если они вступят в силу, отразятся, собственно, на работниках? Каков ваш прогноз? Если мы говорим о микропредприятии, которые платят микроналог, это достаточно много-много людей, это очень серьезно изменит их отношение вообще к предпринимательской деятельности. И мы уже на данный момент видим по исследованиям, которые были сделаны по заказу СЭП-банка во всей Балтии, что Латвия, к сожалению, та страна, где самое большое падение числа людей, которые желают бы начинать свой бизнес. Во-вторых, очень много людей, которые уже работают в этом режиме, они просто не понимают, как им дальше, во-первых, устраивать свои отношения с клиентами, потому что это и формирует совсем иначе цену. Если ты, например, все время платил 9%, а через месяц ты должен требовать за ту же вещь, за ту же услугу, которую ты даешь, требовать гораздо больше из-за того, что налог надо покрывать, то это очень трудно, потому что после кризиса большинство предприятий единственной меры выживания было сокращение цен и на свой заработок. Люди просто снижали цену, и дальше это тоже уже неадекватно. Поэтому в такой ситуации просто это огромное число людей, просто в большом раздумии, что дальше делать, как дальше жить. А если мы смотрим не только этот экономический или финансовый аспект, то надо понимать, что это люди, которые сами делали свое дело и не шли на самоуправление за социальным способием, которые не шли у государства спрашивать какую-то безработную поддержку. И, ну, конечно, мы понимаем, что это уже социальный вопрос, это не только экономический вопрос, что мы кого-то заставим плачить чего-то больше. Это очень серьезный вопрос, будут ли эти люди действительно делать свое дело. Надевайте, пожалуйста, наушники. У нас звонок есть сейчас его премиум. Добрый день. Господа Раеша, добрый день. А вот как быть вот с таким ва***м, о котором, как я понимаю, господин Раеш, и не только он, говорит о том, что вот вы сказали, что люди, которые не идут в самоуправление, люди, которые там... А ведь они идут. И они идут, когда у них маленькая пенсия потом почему-то. Они сейчас там, значит, у них маленькие доходы, еще что-то. И они идут. И за них платят те, кто сегодня сработает, что ли, на официальных предприятиях, те, кто сегодня платит налоги, и так дальше это будет происходить. То есть это хорошо бы, если бы, как вот вы говорите, что вот они все время свое предприятие, свое предприятие, но когда-то они придут. И где вот здесь выход? Хотя я понимаю, что люди вынуждены, это вынужденная мера, вот эти микропредприятия, это уходы от налогов, еще это вынужденная, чтобы выжить. Это все понятно. А вот как быть вторым, второй частью, мне тоже непонятно. Спасибо. Рекомментируйте. Да. Во-первых, стоит вспоминать, почему вообще микропредприятия были такой вид предпринимательской деятельности, был начат. Это было, во-первых, во время кризиса, чтобы дать возможность людям действительно заниматься своим делом и все-таки улучшить ситуацию занятости в Латвии. И как мы видим, эта мера была очень удачной. За эту меру еще наш вице-комиссар Домбровский получил европейскую награду. И ситуацию занятости было решено. То, что недобросовестно это было решено также для определенных компаний, это мы тоже знаем. И поэтому, конечно, надо понимать, как мы эту систему улучшаем и укрепляем. И какие будут те критерии, по которым человек может заняться такого вида деятельности. Это как бы одно. Второе, что мне очень хочется отметить, потому что я тоже слышала вот эти аргументы министра финансов, что человек же пойдет. И знаете, мне вот это все такого совка напоминает, простите за выражение. Потому что то время, когда государство заботится о тебе, когда люди требуют помощи от государства, я думаю, что это время уходит. И это мы видим также по социальным опросам. Люди больше доверяют своим рукам, своему разуму. И это как бы, во-первых, вот этот настрой, что государство мне должно. Ну, в Союзе была социалистическая система, и все это надо начинать. Это то, что я имею в виду. Это как бы одно. И поэтому я все-таки призываю думать о том, что... Думать о комрусле, что все-таки предприниматели – это не овцы, которые идут в стаям, а это люди, которые думают своей головой. И для чего же тогда у нас есть третий пенсионный уровень? И мы можем вкладывать свои средства, если мы видим, что через 30 лет моя пенсия будет 150 евро, да? Зачем у нас есть страховка здравоохранения? Почему у нас есть инвестиционные фонды? Мир гораздо обширнее на данный момент. И конец концов, зачем у нас есть дети? Так что это самые хорошие инвестиции. Поэтому я не согласна с тем, что не получилось и так далее. Я все-таки больше даже бы... Вот ситуация, когда предпринимателю не удалось посмотреть на ту же Америку, как дает вторую, третью возможность человеку, который есть, вот этот стержень, стать на ноги опять, дать ему эту вторую возможность. Что у нас в Латвии, к сожалению, если списали тебя, да, то списали, да? Но в Америке таких людей, которые второй раз поднимаются, понимают, что этот и третий, и четвертый раз поднимется, и будет создавать рабочие места. Давайте эту часть начнем со звонка. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вот ваше гостье право во всем. Согласен с ней на миллион процентов. Вот только вот я предприниматель с 93-го года, 22 года в этой стране я веду свой бизнес. За эти 22 года от государства не то, что никакой помощи, а ощущение партнера в лице государства, как обезьяна с гранатой. Ты не знаешь, в каком месте тебя взорвут в следующий раз. Сначала были совместные предприятия с иностранным капиталом. Они были на три года освобождены от прибыли. Потом отменили. Потом ПВМ было 17%. Потом 23%. Потом 21%. Потом пришел Репшев и ввел риска Нодову, обещая не вводить никаких дополнительных налогов. И так каждые два года мы живем как на пороховой бочке. Я 22 года предприниматель. Попытался получить поддержку от какого-нибудь агентства. Либо под залог недвижимости, либо на проект не меньше миллиона лад. Ну тогда еще. То есть полтора миллиона евро. То есть любой предприниматель может вам сказать, что от 50 до 150 тысяч евро кредит получить на бизнес в принципе невозможно. А именно с этого капитала стартует любой малый и средний бизнес. То есть на исследовании рынка, на первоначальную покупку помещения, каких-то инвестиций в производственные мощности это сумма где-то там до 200 тысяч евро в среднем. Эту сумму получить в Латвии невозможно нигде. В принципе нигде. И вот ваши гости права. Но голос союза предпринимателей, который должен был меня бы защищать, я вот услышал по радио первый раз. Его не слышно ни в Семе, ни в кабинете министров, ни на улице у пикетов против изменения каких-то правил игры вот сейчас этих микропредприятий. Его не существует в практическом применении. А рассказывать нам, как хорошо было бы и как неправильно сейчас, я вам сам могу это рассказывать каждый день. Я знаю об этом. Что вы можете сделать для нас, чтобы нам было легче? Спасибо. Спасибо. Во-первых, это нам позвонил реально уже динозавр латвийской экономики, потому что в среднем где-то в Латвии у нас 7 лет срок жизни компании. Бизнес-долгожитель. Да, супер. Но, во-первых, если мы говорим, очень много тем было затрогнуто, и я думаю, что та передача, которая сейчас тоже идет еще по латвийскому телевидению «Айз Лейк, Испания, Эминс», во всей красе показывает вот эту игру обезьяна с гранатой. Это показывает каждую неделю сейчас. И я думаю, очень многие люди просто, которые уже посмотрели сейчас на стороне, думали, мы действительно к этому, к этой глупости уже так привыкли, что мы идем с этими всеми документами туда-сюда и так далее. Но, во-первых, был как бы тоже задан вопрос о самом совете. То стоит отметить, что наш совет союз бизнеса Латвии тоже объединился в этом марте, в марте этого года. Были объединили две организации малого бизнеса. Это форум малого и среднего бизнеса и конфедерация малого и среднего бизнеса. И был создан Латвийский бизнес-союз. В бизнес-союзе Латвии на данный момент 200 компаний, и в наших инициативах участвуют как день малого бизнеса более чем 4700 компаний. И мы им помогаем реально найти своих покупателей, потому что мы знаем, что у компании может быть самые красивые домашние странички и что только еще. Но мы не знаем, что они существуют. Поэтому интернет-платформа www.vmza.business.dn.lv помогает нам найти этот малый бизнес, чтобы он рос. И то, что мы видим по сравнению с прошлым годом, что у 54% этих компаний, которые участвовали в этой инициативе, это данные Лурсофта, рос оборот. 13% повысилась занятость, значит, людей стало больше работать в этих компаниях. И также даже у 11% в три раза выросла прибыль. Так что это такое очень реальное дело, которое мы просто любим делать. Потому что я 8 лет ходила по кабинету министров, по парламенту, да. И, к сожалению, я не видела вот то, что я могу реально помочь, реально что-то сделать, да. Но, конечно, жизнь идет по спирали и забрасывает нас обратно, чтобы мы чего-то там еще раз поучились. И мы являемся как союз бизнеса Латвии и также членом организации европейского бизнеса, малого-среднего бизнеса. И работаем по прямым, по вопросам, которые связывает малый бизнес с европейской комиссией. То, что мы делаем, нелегко увидеть, потому что те инициативы, которые приходят в Латвию, о них мы узнаем обычно где-то год-два года позже. Тогда, когда уже мы, вау, что сейчас будет, да. Поэтому мы решили работать проактивно уже два года заранее. И здесь есть и много вопросов, связанных с дигитальным рынком, с НДС, с финансовыми платежами. Вот все эти вопросы, они на данный момент, в Латвии о них вообще никто не говорит. Мы насчет этих вопросов уже со своими членами организации и уже беседуем. Так что просто welcome to the club, да. И вместе мы работаем, потому что мы являемся все добровольцами, мы не чиновники, мы ниоткуда, ни от каких проектов деньги не получаем. Поэтому это действительно наше свободное время, которое оторвано от наших семей. И если есть идеи, если есть желание своего плечо тоже приложить к делу, то работаем. И если вернуться немножко назад к вопросу микропредприятий, вот отвечая на вопрос о том, как это может отразиться на работниках, тех, которые на этих условиях работают, вы в основном говорили о том, как изменится их отношение. Но если говорить все-таки физически, как на них это может отразиться, вот как с вашей точки зрения? Вот в частности, Латвийская торгово-промышленная палата довольно так громко заявила, что это может ударить по 60, как минимум 60 тысячам работников, которые просто лишатся работы. Но их отношение может быть изменится, но если они не лишатся работы, я думаю, что там отношение будет уже просто определенным. Ну, во-первых, есть, ну, как мы видим, что есть две, ну, как минимум две группы людей. Одна группа людей, которые работают и зависят от одного работодателя, они не потеряют работу, они будут приняты на работу. Это та цель, которую пытается достичь Министерство финансов. Но я просто призываю Министерство финансов эту цель достичь другими методами, в требовании... Но они будут приняты на работу, вы так уверены в этом? Может быть, не выгодно будет работодателю? Я думаю, что в нынешней ситуации, когда специалистов нам реально не хватает, когда хороших кадров мы ищем с огнем, ну, эта игра не удастся, да. Но в таком случае урезать что-то придется, наверное, если условия будут неблагоприятными. Нет, просто будут расти цены. Просто будут расти цены, потому что за этих сотрудников работодатель, который использовал... То есть зарплаты, вы имеете в виду? Ну, не только зарплаты, я думаю, что... Ну, как вы... И налоги больше, да, и кто-то за этих налогов, ну, кто-то платит, это платит клиент. Это мы с вами все будем платить за это, да. Мы все будем еще платить больше, 21% будем за все обслуживанием недвижимости в новом бюджете все оплачивать за наше свободное время провождения, будем 21% больше платить и так далее. Это идет на повышение цен. Ну, мы как бы закоснулись одну группу, которая, ну, я скажу, это, ну, скажем так, это фиктивное микропредприятие, это работники, да. Я понял, работают с одним... Поэтому, опять же, просто Министерство финансов требует, чтобы доказать, что есть еще контракты, что это предприятия, и они работающие, да. Те, которые... Микропредприятия, по которым сейчас придумали, вот, что юридическим лицам нельзя продавать свои услуги или вот это, это просто абсурд, они могут закрывать свою лавочку. И здесь полностью согласно с ТПП, потому что им нет смысла работать, да, потому что они уже живут сезональной жизнью, да, когда у нас праздники в Латвии, да, то они нужны, да, нам нужно, чтобы они пели, танцевали, чтобы они рисовали и так далее, да. Эти люди просто не смогут свои услуги давать, или тогда надо уже создавать, думать новые схемы, как это все делать, да, через еще кого-то, да, но по-любому это будет приводить к повышению цен. А к росту теневой экономики очередным зарплатам в конвертах это не приведет? Я думаю, тоже, потому что эта мера, когда была принята с желанием как бы повысить занятость, но в то же время она служила очень хорошей мерой, чтобы люди, наконец, могли спать спокойно, не думать о том, что он чего-то не сделал, чего-то не уплатил, выйти из теневой экономики. Сейчас он просто не может больше, ну, он, ну, продукт стоит, чтобы его создавать, стоит сколько стоит, электричество стоит столько стоит, да, и это просто он не может выдержать. Это все. Давайте примем звонок, еще один, надевайте наушники. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А вы знаете, что касается мероприятий, я здесь вижу две проблемы. Во-первых, государство, с одной стороны, то есть у государства левая рука, не знаешь, что делать правая. Вот, например, один знакомый работает у меня на краскотой компании, и финансовая инспекция у них провела проверку, то есть, ну, там, подождение насчет конверта, да, вот, и они так реально ничего не нашли с толком, но сказали, что у владельца, да, то есть у тебя два варианта, либо мы будем искать дальше, либо ты оформляешь своих шоферов на микропредприятия, то есть это они сами его предложили, вариант. И второе, работники не читают договора, то есть, дальше была ситуация, то есть эти же самые работники потом стали просить у работодателя отпуск, да, а он говорит, приводите мне на замену водителя, оплачивайте его работу и можете гулять. Оказывается, никто из шоферов, подписывая новые договора, вообще их не прочитал, то есть для них это было шоком, когда они узнали, как же они теперь дальше будут работать. Вот две основные проблемы я решил. Да, пожалуйста, добавите что-то, прокомментируйте. Ну, я думаю, что это и показывает абсурдность ситуации, когда у нас сегодня одна политика, да, занятость и выход из сильной экономики, а на второй день у нас политика больше госказну, да, надо поддерживать все наши затраты, да, как бы число людей, жителей в Латвии меняется, но бюрократия у нас не меняется, да, их надо содержать. Это, конечно, и, во-вторых, ну, да, проблема есть, что люди, которые были заставлены перейти на такую, скажем так, схему работы, они не понимали, что они делают. В большинстве случаев это все-таки люди, которые, ну, рабочие, да, реально рабочие люди, которые, ну, не знали, что у них никаких социальных гарантий не будет. Но, опять же, там, я говорю, что эту ситуацию можно очень легко проанализировать, где это рабочий, а где это реально, ну, где это какой-то реально предприниматель. Я зачитаю сообщение из видеочата. Сейчас, выплачивая зарплату в 700 евро работнику, налогами я плачу 9% в 63 евро. Если отменят микропредприятие, то, чтобы выплатить официальную зарплату в 700 евро, мне нужно где-то найти 1255 евро, из них налоги уходят в 555 евро. Ну, вот такая, так обстоят дела. Ну, а предприятия пойдут на это? Вот если реально будет введена, введена эта инициатива, реализована инициатива Минфина? Я думаю, во-первых, я уверена, что этот абсурд не пройдет. И предприниматели уже очень активизировали, чтобы что-то такое не было. Поэтому, я думаю, все способы будут применяться, чтобы абсурдной политики не было. но, во-вторых, это, конечно, ну, как бы, этот один пример, он очень-очень глубокий, да, потому что, с одной стороны, рабочий час человека определенной профессии стоит столько, сколько он стоит, потому что человек, чтобы проучиться, инвестировал в связи с детства, чтобы получить эту профессию. И я думаю, что эти вопросы в развитых странах регулируются отраслевыми контрактами, где мы говорим, что за час такой-такой там работы мы меньше не платим. И мы все помним, какой скандал был с нашими строителями Швеции, да. Это как бы, во-первых, да, это просто человеческий тоже подход, да. Если ты учишься, ты понимаешь, что ты инвестируешь свое время, и ты за него будешь получать. Это со стороны работника. Со стороны работодателя мы видим вторую часть, да, что мы пытаемся каким-то образом на... И чаще мы здесь говорим о мелкой торговле, здесь мы говорим о каких-то строительских работах, логистических услугах. Эти отрасли, которые зависят от внутреннего потребления. А внутреннего потребления у нас очень-очень мало, у людей денег нет. И чтобы люди за эти услуги оплатили по полной, как мы сейчас говорим, с полным социальным налогом, с полным, да, то где будут покупатели? И мы понимаем, что вот этот картежный домик просто рушится, да. Поэтому, поэтому, я думаю, что надо все-таки пересмотреть налоговое бремя, надо пересмотреть, как мы его, на какие процессы используем. И тогда мы можем какую-то модель тоже разработать. И такие примеры тоже мы когда-то с Министерством экономики делали, когда мы создавали облегчение налога на подоходного налога на предприятие для инвестиций на развитие. Это мы моделировали, как это все будет действовать. И такие примеры могут очень-очень помочь разрабатывать нормальную систему. Но реально, если мы смотрим опять же на компании, которые экспортируют, которые работают независимо от как бы внутреннего потребления, то там другая ситуация. Ты не можешь привлечь на работу айты, например, специалиста, которому ты не будешь платить 2000 евро на руку. Ты просто не сможешь. И поэтому этот вопрос совсем отпадает. Никакой микропредприятия он не будет. Потому что если ты хочешь мою работу, но это когда где-то bargaining power, кто сильнее. И в экономике выживает сильнейший. И если работник сильнее, его навыки тебе нужны, ты будешь и 5000 платить, если у тебя есть покупатель. Ну что ж, наше время и стекло. Закончим на этом сегодняшнюю программу. Элина Эглы была у нас сегодня в гостях, предприниматель, председатель Совета Латвийского бизнес-союза. Спасибо вам, что пришли. Программу провел Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Всего вам доброго и до свидания.